Любознательности 7-летнего Андрея Житкова можно только позавидовать. Ученик первого класса знает, кто проживает на Южном и Северном полюсах, почему белый медведь никогда не встретится с пингвином и сколько лап у пауков. Андрей говорит, что все это благодаря разным передачам и книгам о животных. Насекомы! Насекомы! Правильно! Смотрите, ребята, это самая большая, многочисленная группа представителей мира животных. Зоологический музей Социально-педагогического университета – один из старейших в Самаре. Он насчитывает более 18 тысяч экспонатов. Здесь и полноразмерные чучелы животных, насекомые, рептилии и рыбы. Есть и очень редкие экспонаты, например, этих ехидну и броненосца. Купцы Шахабаловы, жившие в 19-м, начале 20-го века в Самаре, привезли из путешествия. Сотрудники музея часто проводят экскурсии для школьников. Гостями одной из них стали дети из семей мобилизованных – ученики начальных классов самарских школ, с которыми вуз активно сотрудничает. Как отметили сотрудники университета, такая легкая и интересная прогулка по экспозициям – отличная возможность отвлечь ребят и помочь им провести досуг с пользой. Наверняка впечатления, которые они здесь получат, они кем-то поделятся обязательно. Во-первых, со своими близкими. Потому что это эмоциональное воздействие, которое они получают здесь. Естественно, это запомнится на долгие годы. Надеюсь, что они напишут папам хорошие письма. Экскурсию в зоологическом музее для юных школьников провели преподаватели учебного заведения, члены профсоюзной организации работников социально-педагогического университета. Этот опыт в новинку, но абсолютно точно продолжится и дальше, отметила Светлана Бакульна, исполняющая обязанности ректора вуза. В первую очередь сейчас важна психологическая комфортность семьи, для того, чтобы была возможность куда-то прийти, что-то пообсуждать. Видите, пришли вроде ребята из начальных классов, а с ними маленькие братья и сестры. Это тоже очень хорошо, когда семья может вместе куда-то собраться. В заключении встречи школьников ждал увлекательный мастер-класс и сладкие подарки. Андрей Горгуленко, Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Я сделала себе.